Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь, и сегодня мы поговорим о самых важных и актуальных народных новостях. Лукашенковские бандиты воруют передачки у политических заключенных в СИЗО. Народ Беларуси должен понимать, что сегодня происходит. Это стало известно из письма одной из политических заключенных, где она ясно изложила, что эти недомрази, потому что и мразями их назвать сложно, крадут у людей передачки. Люди собирают всем миром, передают последнее, отдают нуждающимся в тюрьму. Что, в общем-то, положено. А эти недоумки пытаются и эту мелочь украсть. Мелочные мрази, которым место в этом самом СИЗО. Для того, чтобы народ Беларуси понимал и оценивал вот эту обстановку, и ценил то, что происходит и то, что сегодня делается в нашей стране для защиты нашего населения, обеспечения нашего народа. Великая Россия, которая встала с колен, собирает помощь для российских солдат среди школьников. Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп. Это новые поборы, которые теперь будет видеть каждый родитель, у которого ребенок учится в школе. Немного позже будут собирать под предприятием, а еще немного позже будут высчитывать без разрешения скарт. А еще немного позже придут к каждому домой. В туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Нет той Великой России, о которой вам рассказывали. Фейк, коррупционеры, воры и бандиты. Вот, что себя представляет Россия. Путинская Россия. Военный преступник и лидер российского режима. Так подписывают польские СМИ путиноида. Путина. Они назвали вещи своими именами. И это правильно. Каждый должен знать, кто такой Путин. А, он же реально военный преступник. Мы их найдем. В любой точке планеты и покараем. В Солигорске под землю провалился автомобиль. Благо, никто не пострадал. Но это чистая случайность. Вы посмотрите на это убожество. Вот так кладут асфальт. И еще вчера я рассказывал вам о том, что люди наблюдали, как дорога проваливается. И мы говорили о том, что вполне возможно подобное произойдет. И произошло на следующий день. А происходит это только потому, что лукашенковские организации кладут асфальт и занимаются всеми сферами, где можно распилить белорусское бабло. И никто ненормально не проверяет. Никто. Ни технадзор, ни кто-либо другой. Уж поверьте, я как строитель прекрасно знаю, как это работает. Министр обороны Польши заявил, что Беларусь должна находиться под таким же давлением, как и Россия. И я тут полностью согласен. Диктатора нужно щемить как можно больше. Ибо этот уж на сковородке готов будет предать и Путина, и собственных детей ради власти. Он ничему гнушаться не будет. И будет подстраиваться под любую ситуацию. Поэтому ему нужно прижать его якобы стальные помидоры так, чтобы он не выкрутился. Он должен ответить перед белорусским народом за все зверства над белорусским народом. Па-ля-ми-са. На улицах Риги появился вот такой вот автомобиль. И сразу мне показалось ничего особенного. Приблизили камеру, а этот автомобиль чувака Вагнер. Что он там делает, неизвестно. Но, как мы видим, он там находится. Если вы знаете, почему он там, и как его туда пропустили, напишите свое мнение в комментариях. А то некоторых белорусов не пускают по Европе. А машина чувака Вагнер передвигается свободно. Что-то тут не так. Город Мозырь. Микрорайон Южный. Людей затапливает постоянно. Они настроили новых домов. Новый поселок, так сказать, создали. А дренажные системы не умудрились сделать. Ни сливные, ни дренажные. И люди каждый раз при дожде страдают. Вода с поля идет. И люди плавают на всем поселке. Как вы понимаете, это очень большая проблема. Это катастрофа. Но никому нет дела. Продали земельные участки подороже. И все. Пускай сами дальше разбираются. Интересная вообще система строительства в Беларуси. Сначала домов налепят, а потом, возможно, после требований школы поставят, инфраструктуру выставят. Койко-место для российского туриста-беженца. В Минске вот такое койко-место стоит 170 белорусских рублей. Я точно не знаю, где это находится, но это просто ужас. Знаете, на самом деле, я не буду углубляться. Просто посмотрите на ситуацию под другим углом, и вы все поймете. Вы поймете, что реально происходит. А происходит полный пи***ец. Одним словом. С начала года российские олигархи обеднели на 90 миллиардов долларов. И все это благодаря Путину и его нездоровому разуму. Сколько нужно еще потерять русским олигархам, чтобы они вымели Путина? 200, 300, 800 миллиардов. Сколько он вам позволил накрасть, что 90 миллиардов для вас ничто? В Беларуси выросли цены на лекарства. И вот как раз пример. После рекомендации комитета госконтроля аптечные сети провели переоценку стоимости лекарств в связи с укреплением белорусского рубля. Сейчас цены уменьшились до 30%. Как бы Лукашенко не пытался их регулировать, как бы он не пытался угрожать аптекам, что уволит, закроет и посадит, цены все равно продолжают расти. Экономика не подчиняется указам, приказам и запугиваниям. Поэтому цены на эти самые лекарства растут. А пенсионеры автоматически беднеют. Растут цены на продукты и лекарства, ЖКХ. В то самое время, когда зарплаты падают и пенсии стоят на месте. Ну, 8% это смех, но объективно, потому что инфляция в два раза больше, чем то, что Лукашенко поднял пенсию. Поэтому это просто плевок пенсионерам в лицо. Ну или яблоки гнилые на улице им раздают. Так сказать, не серчайте, скрепитесь. Ну и небольшая рубрика «Как живут мобилизанты в России?» Точнее, какие условия им предоставили для жилья? Вот в такой клопоник нас завели мобилизованных из Башкирии, Уфа. 28 числа мы заселились, отправили нас в Саратов город, жили в Казарах, все нормально. И отправили вот сегодня, какой, 3 октября в поселок Дубки. Сын привез матери молоко Брест-Литовское, а оно превратилось в кашу. Волшебным образом, так сказать. Лукашенковские производители могут и не такое. Послушаешь Лукашенко, и кажется, что может и каша в молоко превратиться, и молоко в кашу. Привез я маме молока с дачи с истекшим сроком годности. Брест-Литовское 3,6. Мама любит блины делать с прокисшего молока. Ну, сейчас посмотрите, что получилось. А тут вам резина. Я в шоке. За столько лет ни разу не видел такого молока. Да и мама, в принципе, тоже. Просто вот вылили с бутылки, и вот такая вот какая-то непонятная субстанция получилась. Это явно не натуральное молоко. А, не знаю, это и пальмовое, либо сухое молоко. Вообще непонятно, что с ним становится. Вот сейчас я остаточки с бутылки вылим. Сейчас посмотрю, как оно выливается. Я не знаю, как это обозвать, но какая-то жидкая резина. С него можно почти, не знаю, лепить что-то. Вместо сливок, если кому-то надо, можете использовать. Не знаю, процентная жирность будет. Процентов 50. Это ужас. Саушкин, вы красавцы, конечно. Если кому-то не верит, может так вот поставить, чтобы сурогонность истек, и чтобы молоко прокисло у вас. То же самое и получится. Я напомню, это Брест-Литовская, 3,6% жирности. В Украине погиб белорусский доброволец, и еще четверо получили ранение. Об этом заявили в полку Костуся-Калиновского. Помните о политических заключенных и родных, и близких политических заключенных. Живи Беларусь! Слава Украине! Пока!